Как одной женщине удалось спасти тысячи солдат во время Второй мировой войны? Сегодня для каждого из нас слово антибиотик – это что-то обыденное, но мало кто представляет, что открытие данного препарата изменило ход истории человечества. Первый антибиотик – пенициллин – был обнаружен случайно. Британский микробиолог Александр Флеминг выяснил, что плесень вырабатывает вещество, убивающее бактерии. Теперь можно было вылечить пневмонию, горячку, предотвратить развитие инфекции из-за ранений и ожогов. Во время Второй мировой войны западные ученые наладили производство пенициллина. Его использование резко снизило смертность и заболеваемость в армии. В СССР поставляли лекарства, но в небольших объемах, а о передаче технологии его создания не могло быть и речи. Тогда и было принято решение создать свой, советский пенициллин. Эту работу Сталин поручил Зинаиде Ермольевой. До этого ученая много лет занималась изучением холеры. В 1939 году ее отправили на борьбу с инфекцией в Афганистан. Через три года в осажденный Сталинград. Она наладила производство бактериофага в самых тяжелых условиях и спасла мирное население. Создать отечественный пенициллин оказалось не так просто. Микробиолог вместе с коллегами долго искали нужную плесень. Они собирали ее со стен бомбоубежищ, в траве, на деревьях. Понадобилось больше 90 образцов, чтобы найти нужный. Представьте, все это происходило в разрушенной фашистами стране. В условиях голода, отсутствия электричества и необходимого оборудования. Так появился крустозин, отечественный препарат пенициллина. Вместе с главным хирургом советской армии Николаем Бурденко, Ермольева отправилась на фронт спасать солдат. Результаты были впечатляющими. Если успевали вводить препарат в первые два часа после ранения, то воспаления не развивались, выздоравливали даже больные сепсисом. Спустя много лет микробиолог сказала «Представляете, ни одной ампутированной ноги!» Советским лекарством заинтересовались и зарубежные ученые. Заявляли, что по эффективности он превосходил иностранный препарат. С тех пор Зинаида Ермольева получила почетное имя «Госпожа пенициллин».